Всем привет! Это Мила, и сегодня мы с вами продолжим разбирать интервью Милы Йовович. Если вы не посмотрели первую часть этого интервью, я советую вам сначала посмотреть именно её, для того, чтобы вы смогли понимать, о чём идёт разговор. Кстати, в этой части Мила делает больше ошибок в русском языке, так что нам с вами будет интересно разобрать все эти ошибки и выучить новые слова и выражения. Итак, давайте для начала посмотрим короткий отрывок без субтитров. Попробуйте понять как можно больше. А теперь давайте разберём интересные фразы и выражения. Послушай, ну подожди секунду. Он не может продолжить свою речь, потому что Мила перебивает его своим смехом. Послушай, ну подожди секунду. Или мы можем сказать подожди минуту. Во время подготовки к фильму. Очень хорошая конструкция во время чего-то. Нам нужно использовать genitive case. Во время подготовки. Во время обеда. Во время ужина. И так далее. Во время подготовки к фильму. Какой мы используем падеж. Дейтив. Дейтив кейс. К фильму мы можем поменять слово. Например, во время подготовки к свадьбе. К празднику. И так далее. Когда актриса. Когда актриса во время подготовки к фильму. Беременеет. 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 Это слово мы с вами уже разобрали в первой части. Беременеть. Обычно она это сообщает режиссеру. Режиссер расстраивается. Потому что фирма откладывается. Обычно она это сообщает режиссеру. Сообщает. Infinitive form. Сообщать. Сообщать кому-то что-то. Сообщать кому. Дейтив кейс. Режиссеру. Сообщать маме. Папе. Родителям. Мужу. Жене. И так далее. Расстраивается. Infinitive form. Расстраиваться. To get upset. Потому что фильм откладывается. Откладывается. From the verb. Откладывать. To postpone. To put aside. But of course the movie cannot postpone itself. That is why we need to use a reflexive form. So here we need to put this suffix. СЯ. Откладывается. But you need to know that this combination of letters. Т, С, Я. And if you also have a soft sign. Т, soft sign. С, Я. You will need to read it as ЦА. ЦА. Откладывается. Потому что фильм откладывается. Но у тебя редкий случай. Твой муж, он, как сказать, он больше, он обрадовался и фильм пришлось при этом отложить. Какие его посетили эмоции? Как ты ему об этом сообщила? Волновалась ли ты? Но у тебя редкий случай. Редкий, rare, случай, occasion or case. Случай. I pronounce it with a letter E, not A. Because in this combination of letters, Ч, А, when it is unstressed, we will need to pronounce a letter A as E. We need to use a genitive case. Ты забеременела от режиссёра, от мужа. Well, because in this case, her husband is a film director. Скажи, твой муж, твой муж, он, как сказать, он больше, он обрадовался и фильм пришлось при этом отложить. Фильм пришлось. Пришлось from the verb прийтись. Прийтись, пришлось in the past form. By the way, here you can use any pronoun, so you can say мне пришлось. I was forced, I was pressed. Тебе пришлось, ему пришлось, ей пришлось что-то сделать. Мне пришлось рассказать ему правду. Мне пришлось, вам пришлось. Фильм пришлось отложить. This is actually the same verb as откладывать, but a different form. Откладывать, что делать, it's a general form. And отложить, отложить, что сделать. It's a one-time action with a particular result. Какие его посетили эмоции? Как ты ему об этом сообщила? Волновалась ли ты? Какие его посетили эмоции? Посетили. Have visited. Посещать is to visit. So in this situation it may sound weird, like what kinds of emotions have visited him, but we do really say it like this. You can also use the word мысли. Меня посещают мысли. Меня посещают эмоции. Как ты ему об этом сообщила? Как ты ему об этом сообщила? Well, he said it really quickly. Как ты ему об этом сообщила? Волновалась ли ты? Волновалась ли ты? Ли is just a particle that we use to form questions, but it's not obligatory. I mean, here I can actually skip it and I can say Ты волновалась. Ты волновалась. So I will need any way to change the word order, because I cannot say волновалась ты. Волновалась ты? I can say it, people will understand you, but it will not sound natural. Either you should say it with Ли. Волновалась ли ты? Or ты волновалась? Ты волновалась? Волноваться. To be worried. Я волнуюсь. I am worried. Нет, ну, ты знаешь, я даже не подумала, что что-то может случиться так. Ну! Вообще не знала! Нет, ну, ты знаешь, я даже не подумала. Ты знаешь, you know, я даже, even, не подумала. Didn't think. Думать, to think, a general action, and подумать, it's a one-time action with a particular result, because here she is saying that she didn't think at that particular moment, when she announced, когда она сообщила about her pregnancy, о своей беременности. Что что-то может случиться так. Well, here I believe that she wanted to say не так, that something actually would go wrong, because here it doesn't really make sense if you don't add this particle не. Не так, не так, что что-то может случиться, happen, не так. Нет, ну, ты знаешь, я даже не подумала, что что-то может случиться так. Ну, 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 ну. Well, this interjection, usually we write it as Urгу, but of course we don't pronounce it as Urгу. It's just We can use it when, for example, we listen to a person, and we want to show that, okay, I'm listening to you, I'm following what you're saying, but it can also show your indifference, like, okay, continue saying, what I'm not really interested about, It just depends on your intonation, how exactly you use this interjection. Вообще не знала. Вообще, completely, at all, не знала, didn't know. Well, here, I believe, she's just using some words to give herself time to think what to say next. Как может быть? How can it be so? Well, here, probably, she's saying, like, как может быть, that she got pregnant exactly at this moment. Как может быть? Да, ну бывает. Да, ну бывает. It may happen. Да, ну бывает. By the way, here, this да is actually a particle that means well. Well, да, ну бывает. Что скажешь? What can I say? Что скажешь? Ну, ты знаешь, он, он должен, он должен был поехать в Судной Африке, ну, через неделю. Да. И я узнала, что я бременела, и думала, боже мой, как сейчас, уже нужно начинать фильм. Конечно, конечно. И, конечно, звонок продюсерам было сложное. Они все такие, хе-хе-хе. We're so happy for you. We're so happy for you. Он должен был поехать в, and then I actually didn't really hear what she said, I heard something like судную, 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 maybe it's like a combination of two words, like south, and in Russian южная, like в южную Африку. Well, I believe that she wanted to say this, but it doesn't really sound as южная, поехать в южную, and Африку, not Африке. Он должен был поехать в Южную Африку. В Южную Африку. Here we need to use an accusative case. Поехать в Россию. Поехать в Америку. Поехать в Японию. Поехать в Китай. Он должен был поехать в Судной Африке, ну, через неделю. И я узнала, что я беременна, и думала, боже мой, как сейчас, уже нужно начинать фильм? И я узнала, что я беременна, и думала, and I found, I discovered, что я беременна. So, беременна is just a way to say that somebody is pregnant. Пregnant, беременна. Она беременна, я беременна, and so on. И думала, and thought, or was thinking. Боже мой, как сейчас, уже нужно начинать фильм? Конечно. Боже мой, как сейчас? Боже мой, oh my god, как сейчас? Сейчас, it's a reduced form of the word сейчас. Сейчас, now, сейчас. Как сейчас? Как сейчас? Уже нужно начинать фильм? It's not really correct to say it this way. You cannot start a movie, like, начинать фильм. We need to add another verb. For example, уже нужно начинать снимать фильм. Снимать, to film, to record a movie. Уже нужно начинать снимать фильм. И, конечно, of course, звонок продюсерам, a call to producers, было сложное, was difficult. There are two mistakes in this sentence. Can you identify them? И, конечно, звонок продюсерам было сложное. Well, first, звонок is a noun of a masculine gender, a call. Звонок продюсерам, it's all correct here, было, not было, but since it's a masculine gender, был, был, звонок продюсерам, был, and not сложное, because сложное, it's for a neuter noun, сложным, сложным, not сложный, why, because here we need to use instrumental case. Был сложным, каким, был сложным. Они все такие, такие means such, they are all such, well, we don't say it like this, of course, but in English it's mostly like, and they are all like, they are all like, они все такие. There is one mistake here, can you find it? Мы такие, well, again, she is trying to use this word, but in this context we are like, мы такие рады, not для, but за, рады за вас, рады за вас, я рада за тебя, ты рад за меня, and so on, so we need to use here a preposition за, рад за кого-то. Да, понятно. Well, here, really, I believe that it's not really a good idea to use this, because again, he's like, trying to tell her, okay, okay, like, move next, enough of talking, I need to ask you more questions. И, ну, я подумала, это, мы не можем это делать, потому что очень, как сказать, dangerous, опасность, да, на этих фильмах, такие трюки и все такое, и если что-то случилось с ребенком, да, ты знаешь, и что еще, или я буду делать эти трюки, буду беременная, как Алис беременная, ну, это тоже, это, ну, странно, да, как-то... Мы не можем это делать, we cannot do it, мы не можем это делать, потому что очень, как сказать, dangerous. You can also use these words, like, как сказать, this construction, when you forget a word, or you don't really know how to say something, so you can say, как сказать, or you can say, как сказать по-русски, как сказать, это по-русски, and then you can use an English word. Опасность, опасность, it's a danger, and опасный, опасный, it's an adjective, dangerous. Опасность, опасный, и если что-то случилось с ребенком, да, ты знаешь, и если что-то случилось с ребенком, шо там, here she is using a very clear Ukrainian accent, so instead of saying что, she is saying шо, шо, шо там случилось, happened, well, here it's in the past, случаться, случилось. Если шо-то случилось с ребенком, it's like a conditional sentence, if something happened to a child. Или я буду делать эти трюки, и буду беременная. Here she is using a future tense, буду делать, infinitive, or буду беременная, adjective. Буду делать, буду играть, буду беременная, буду уставшая. Ну, странно, да, как-то. He continues her thought. Ну, странно, странно, strange, да, как-то, somehow. Ну, странно, как-то. Да, кажется, для меня в характере быть беременной, ну, что-то я не любила в этом. Алис должна быть как... Сильной. Да, ну, тоже, in, like, she has a фигуру она должна иметь, ты знаешь, как супергерой. Абсолютно, но ты прислала моментально в форму. Сколько прошло месяцев с момента того, как появилась твоя дочка на свет, и до момента начала... Ну, когда мы пошли, ей было 4 месяца. 4 месяца. Менять сценарий. Менять to change. Даже до меня в характере быть беременной. Well, here, I believe that probably she just translated this sentence from English into Russian directly, because we don't say it like this. I believe that she wanted to say in her role, because характери, character, in this particular case, it's not correct. So, даже для меня в моём образе, в образе Элис, быть беременной. And then she continues her idea. Ну, что-то я не любила в этом. Probably, again, she translated it from English into Russian, because we don't say it like this. It's better to use a verb нравится. Ну, что-то мне не нравилось в этом. Что-то мне не нравилось в этом. Well, we could really see that she was trying to find the correct words. She has to have фигуру. Well, I believe that in this particular case, фигура is not the best word, because she probably wanted to say that she has to be really fit, like she has to be in a good shape. So, it's better to say Она должна быть в форме. Она должна иметь, ты знаешь, как супергероя. Абсолютно, но ты пришла моментально в форму. Абсолютно, но ты пришла моментально в форму. Приходить в форму. Well, here we speak about getting into shape, like the physical shape. Приходить в форму. Сколько прошло месяцев с момента того, как появилась твоя дочка на свет и до момента начала... Ну, когда мы пошли, ей было 4 месяца. 4 месяца. Сколько прошло месяцев? Сколько месяцев? With this question word, сколько, we always need to use a genitive case. Сколько прошло месяцев? Прошло past? How many months have passed? С момента того, как появилась твоя дочка на свет. С момента... С момента... Again, we need to use a genitive case. Того, как появилась... Появилась... Appeared... И до момента... Again, we need to use a genitive case. С момента... До момента... Начало... And then he continues. Well, she didn't let him continue. Ну, когда мы пошли, ей было 4 месяца. Ну... So, again, she gives herself some time to think. Когда мы пошли, ей было 4 месяца. Ей было 4 месяца. И было очень смешно, потому что я кормила ребенка на съемок, и там зомби везде бегут, и там, как сказать, телы висят. И такие ужасные. И было очень смешно. It was very funny. Потому что я кормила ребенка на съемок. На съемок, it's a mistake. We cannot say it this way. We need to use another form of this noun. So, съемки, съемки, and на съемках. На съемках. It's a prepositional case. На съемках. И там, zombies. Well, actually, in Russian, it's the same. Зомби. Зомби. You just don't need to put S in the end. И зомби. И там, зомби везде бегут. И там, как сказать. Again, she is using this construction, because she is trying to find the correct words. И там, как сказать. How to say? Тели висят. Well, there are only two words, and there is one mistake. Because, well, here she was trying to make a plural form of the noun. Тела. Body. Тела. And that is why she put this letter Y in the end. But in this case, with this particular word, we need to use another form of the plural. So, in this case, it will be тела. Тела. Тела висят. А я имела, да, я имела это родственненькое одеяльце. Да, да. Ты им закрывала кровавые пятна, да, вот этим одеяльцем. И бедный ребенок. Девочка. Она кушала, да, девочка Даша. Она кормила, а потом была черная, потому что вся кровь на нее. Все на ребенке оставалось. Да, и эти зомби, они спидели и подходили и говорили, ой, какая она хорошенькая. А я имела, well, she wanted to say I had, and then she continues. But in this particular case, it's not good to use this verb иметь, because we mostly use it with abstract nouns. And actually, it can be translated as possess, I possessed, but she wanted to say I had. So, in this case, it's better to say, и у меня был, была, or было, depending on the noun that she is going to use. Let's see. Да, я имела это розовенькое одеяльце. So, as you can see, it's not a good idea to use this verb иметь in this context, because it's like I possessed this pinkish blanket. So, я имела, it's better to say, у меня было, это розовенькое, pinkish, одеяльце, it's diminutive form of the noun, одеяло, одеяло, одеяльце, it's like a very little blanket. Ты им закрывала кровавые пятна, да, вот, то есть этим одеяльцем. И бедный ребенок, она, она кушала, да, девочка Даша, она, она кормила, а потом была черная, потому что вся кровь на нее кушала. Ну, все она ребенке оставалась. Да, и эти зомби, они спидели и подходили и говорили, ой, какая она хорошенькая. Ты им закрывала кровавые пятна. Well, in this case, закрывала, like, literally closed the bloody spots, but it's not the correct, the correct verb to use with this noun, пятна. It's better to use скрывать, скрывать пятна, or прятать, прятать, to hide, прятать пятна. But in this particular case, it's okay, because, like, she was really, literally trying to close these spots. Бедный ребенок, бедный. Well, in this case, just like in English, this adjective, бедный, can have two meanings, like, бедный, like, poor, have no money, and бедный, like, poor, meaning how he's so unhappy, like, we have pity on this person. So, in the beginning, she was using the verb correctly, and then she said, она кормила. Well, in this case, it was her, Mila, who was feeding a baby. So, in this case, it's not correct to say it, она кормила. No, она кушала, а потом была черная. So, she was black after that. So, она была черная from this blood. Зомби видели, in the past, подходили, so they came, they approached, и говорили, and said, all in the past and in a plural form. Ой, another Russian interjection, ой, какая она хорошенькая, хорошая, and diminutive form, хорошенькая, хорошенькая. Ну, получается, it turns out that, что девочка подготовлена. Даша, so it's her name, уже, already, она не боится ничего. She is not afraid of anything, like, ничего, nothing. And in this particular case, with the verb бояться, we need to use a genitive case. Бояться темноты, бояться пауков, and so on. Даша, уже, она не боится ничего, страшных сказок она уже не боится, потому что она, первое, что она увидела... Ну, ты знаешь, страшные сказки. Я думаю, все дети русские знают страшные сказки. Страшных сказок она уже не боится. So, as you can see, here we can use a word order that is completely different from the one that we are used to in English. Страшных сказок, scary fairy tales. Она, she, already, уже, не боится, not afraid. So, не боится чего, genitive case, страшных сказок. Не боится страшных сказок. Я не боюсь страшных сказок. Потому что ты, она... He is trying to find the words. Первое, что она увидела. The first thing. So, here we don't really need to use the noun. So, первое... It's like, like, anyway, we understand that it's something. The first thing. Что она увидела. Первое, что она увидела. Ну, ты знаешь. Well, you know. Страшные... It was difficult for her to pronounce this word. Страшные. Страшные. From the noun, страх. Страх. Страшные сказки. Я думаю, все дети русские знают страшные сказки. Я думаю, I think that... Все дети русские... Well, you can say все русские дети or все дети русские. It doesn't matter. Знают страшные сказки. Know scary fairy tales. And yes, it's true. We know scary fairy tales. Really scary fairy tales. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. И если это так, не забудьте лайкнуть и оставить ваш комментарий. Увидимся в следующий раз. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!